Продолжение следует... Окей, спасибо. Зовут меня Котин Александр, я аналитик официального партнера Альпари в Екатеринбурге. Начинаем наш обзор, как обычно, в 10 часов по московскому времени. По плану сначала рассказываю об основных валютных парах, дальше уже переходим к вашим вопросам. У нас есть 30 минут времени. Итак, начинаем. Начинаем. Евро-доллар. Евро-доллар, дневной таймфрейм. Очень возможно, что мы сейчас застряли здесь в какой-то коррекции внутри этого импульса. Давайте посмотрим, что происходит внутри. Вчера, надо сказать, что, скорее всего, я погорячился, сказав, что здесь начался новый импульс. Но при этом мы не видели здесь переворот через 0, поэтому это и было под сомнением все-таки. Поэтому в данном случае, когда мы на 4 часа посмотрим, будет видно, что вот он, переворот через 0 пошел. Поэтому очень вероятно, что здесь как раз-таки и второй импульс в четверке появился. Вот так. Здесь ставим линию. И нам нужно вот этот импульс разобрать более подробно. Открываем его здесь. Уже на 30 минутке. Тут 44 бара. Это маловато для анализа. И смотрите, что происходит внутри. То есть я все-таки думаю, что мы до этого уровня сегодня дойдем. До 1,25, 0,8. Это максимум предыдущего импульса. И надо сказать, что в этом импульсе еще только 2. То есть 1, 2, 3, 4. И вот она идет, скорее всего, пятая волна. Вот. То есть я все-таки думаю, что можем обновить максимум сегодня, сформированный, когда там, 10 ноября. И вот оттуда уже я бы рассматривал возможности для дальнейших продаж по долгосрочному тренду. Поскольку вот этот импульс, он еще не закончился. Он не завершился. И все-таки я думаю, что вот это вот, то, что мы здесь видим на 4 часах, это коррекция вот этого движения. То есть 1, 2, 3. Соответственно, 4. И это... Так, вот это вот уберем сейчас. Скорее вот так вот. Так, идем дальше. Британский фунт. Ну вот, видите, какая ситуация тут. Я вот с вами общаюсь, вы мне пишите на электронную почту, и мне даже, скажем так, приятно, когда такие письма приходят, вы какие-то свои мысли там высказываете и так далее, но не учитываете некоторых моментов. То есть вот недавно, сегодня буквально мы, я точнее ответил на письмо Игоря, который, скажем так, пытался уложить вот это вот движение по британскому фунту в некоторые уровни Фибоначчи. Но вы заметили, да, что я ими пользуюсь крайне редко, поскольку как уровни они, скажем так, не особо подходят для рынка. Не в том смысле, что там Фибоначчи не работают и так далее. То есть я сейчас не это хочу сказать. Я хочу сказать, что их как уровни нельзя использовать. Это опять же, на мой взгляд. Я объясню почему. Ну, потому что вот Игорь взял вот так вот сюда вот нанес вот эту вот Фибу и сказал, что вот тут она сейчас 61,8 коснулась, и мы тут пойдем наверх, да. Но касание-то какого-либо уровня, оно еще ничего не значит, ни о чем не говорит. Потому как эти уровни, их можно рассматривать, я считаю, опять же, это мое мнение, я вовсе не хочу сказать, что оно может быть там правильным, либо неправильным, просто я так считаю. Вот. Что их можно использовать как целевые зоны, то есть между определенными уровнями могут быть, могут находиться целевые зоны. И в своем курсе, как применять волны эллиота, я об этом рассказывал, да. И вот в данном случае единственное, что мы с вами, точнее Игорь не учел, то что очень возможно, что на месячном графике по этой паре, я опять же не буду это утверждать, скорее всего мы идем обновлять вот этот минимум, да. Поскольку вот в данном движении, здесь вот этот перепад, его видно, можно рассматривать как 1, 2, 3, 4 и соответственно очень возможно, что 5. Но это месячный график, когда это произойдет еще неизвестно. Поэтому мы давайте договоримся так, что так далеко заглядывать просто не будем, смысла в этом никакого нет. Нужно просто определить то, что происходит вот в этом движении и какие признаки в нем есть. И вообще надо говорить еще о том, что любая разметка, она не должна влиять на какие-то ваши торговые решения. Это всего лишь разметка, это всего лишь мнение, там мое мнение, там ваше, которое вы делаете, но рынок, ваше мнение, в принципе ему без разницы, он не будет его учитывать никогда. Не нужно принимать торговые решения, исходя из того, что у вас на мониторе нарисовано. Это нелогично, как минимум. Поэтому я и говорю, что нужно использовать какую-то понятную вам торговую систему, то есть, чтобы у вас были какие-то сигналы. В данном случае я провожу анализ и говорю, что есть определенная вероятность. Я не говорю, что давайте вот сейчас мы все возьмем и начнем покупать, потому что здесь вот есть вот это, да, или есть там такой-то сигнал. Я даже вам каких-то сигналов не рассказываю. То есть, в данном случае, когда мы говорим о британском фунте, вот здесь формируется импульс. Мы видим первые признаки в виде вот этих дивергенций того, что этот импульс подходит к завершению. Но этот импульс имеет определенную структуру. Если вы его откроете в правильном масштабе, здесь никак не может быть А, Б и С, поскольку здесь структура третьей волны, она видна хорошо, очень. Вот она. А первое движение, ну вот тут закончилось, поскольку вот она, дающая сила, на это движение отреагировала. И в данном случае, то, что мы видим вот здесь, если вы это, опять же, в правильном масштабе откроете, потому что здесь баров много на 12 часах, а на 18-часовом графике, там будет как раз-таки нужное количество, не 172, как здесь, а где-то ближе к 150, к 140. И у вас вот этот переворот через ноль здесь останется. А вот этот вот уйдет. И это будет говорить о том, что вот эта первая дивергенция внутри вот этого импульса, вот этого импульса, то есть только третья волна здесь завершилась. Вот тут четвертая и, соответственно, пятая. То, что она вот этот максимум не обновила, это ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Кто сказал, что С всегда должна идти выше А, если это А, Б и С? Такого нигде нету. Нигде такое это не описано. Она может завершиться в пределах, может быть равна. Может быть, коррекции могут быть разными вообще абсолютно. Вот поэтому надо исследовать вот это движение сейчас. Для этого мы переместимся вот сюда, и, соответственно, вот он, импульс, формируется. Тут его тоже прекрасно здесь видно. Здесь 66 баров. А на трех часах будет вот больше 86, и, соответственно, берем 2 часа. Что здесь происходит? Вот. Что здесь происходит? Да коррекция здесь происходит. Вот. То есть, очень возможно, что тоже, вот видите, мы максимум обновили от 10-го числа. Во что-то это все равно сложится. Но все-таки этот импульс еще, он не завершен. Он на импульс-то пока что еще и не тянет. Потому что завершение движения этого еще не произошло. А вот если мы с вами вот сюда зайдем, вот в этот импульс, то тогда тут и будет видно, что в нем происходит. Будет прекрасно видно следующее. Вот. Давайте посмотрим. Так. Возьмем вот отсюда. Вот тут был минимум. И откроем где-то минут на 10. Вот так приблизительно. Что происходит? Происходит то, что, скорее всего, мы будем еще стремиться обновить вот этот максимум. Вот тогда этот импульс и завершится. Он еще не закончился. Поэтому я бы рассчитывал, точнее рассматривал возможность обновления вот этого максимума и возможность завершения вот этой вот всей коррекции, которая тут А, Б и С формируется. Во что она сложится потом, потом мы увидим. Сейчас я просто даже не буду здесь что-то, скажем так, загадывать и смотреть. Так. Давайте перейдем дальше. Швейцарский франк. Тут ситуация аналогичная евро-доллару в противоположном направлении только лишь. И обратите внимание на то, что внутри последнего движения тут тоже формируется импульс, формируется коррекция. То есть, тут видно, что этот импульс еще не завершен. Вот получается, вот он минимум первой волны. Здесь его видно. И внутри тоже видно, что вот отсюда формируется еще импульс, который стремится минимумы, образованные 10 ноября обновить. Да, то есть, если вот это движение опять же посмотреть в правильном масштабе, то здесь будет видно 127 баров и видна структура этого движения. Два, три, четыре. И очень вероятно, что мы и будем обновлять вот эти минимумы, которые вчера были сформированы. Австралийский доллар, дневной график, тоже, на мой взгляд, еще движение не закончилось. Открываем 4 часа. Открываем 2 часа, где вот импульс виден. Будет в масштабе достаточно хорошо. 115 баров здесь видно. Вот мы ушли через 0. Тут даже видна дивергенция между вот этим максимумом и вот этим вот максимумом. Но это два импульса. И если вот последнее движение рассматривать, вот это вот, то есть вот этот импульс рассматривать, допустим, на 15 минутке, на 12 минутке, что здесь видно. Но чтобы уж все по правилам. Вот. Тоже очень вероятно, что будем максимум вот этот обновлять, который вчера образовался. Я бы пока не рассматривал здесь дальнейшие продажи, пока вот это движение не закончится. Как только оно завершится, вот тогда да. Тогда можно будет думать о том, чтобы там зайти вниз. Японская иена на дневном таймфрейме. Тренд восходящий. То есть здесь идет импульс. 1, 2, 3, 4 и возможно 5. Открываем 12 часов. Вот я ее так оставляю. И заглядываем вот сюда. То есть что происходит в импульсе, начавшемся от 15 октября. Открываем его опять же в правильном масштабе. Берем где-то вот 4 часа. Сколько тут баров? 118. Только третья волна подходит к завершению. То есть я бы ожидал здесь коррекции. Коррекции, то есть какой-то вот четвертой волны. При условии, что опять же вот это движение последнее, оно тоже закончилось. Тут есть масса нюансов. Вот заходим, смотрим, сколько баров. 94. Вот 20 минут возьмем. И будет здесь больше. Но этот импульс не закончился. То есть я думаю, что еще будет вот этот максимум обновлять. Еще будем вот этот максимум обновлять. То, что мы сейчас видим, это такая вот сложная коррекция. Вот в этом, во всем импульсе. На мой взгляд, он еще не закончился. То есть я думаю, что прежде чем здесь разовьется коррекция вот этого порядка, то должен вот этот импульс последний быть завершен. А он еще не закончился. Поэтому я думаю, что все-таки мы еще можем вот эти максимумы сформированные вчера обновить. Прежде чем развивется коррекция вот этого порядка. Канадский доллар. Здесь сохраняется восходящее движение. То есть также доллар укрепляется. Но надо сказать, что здесь формируется вот в этом импульсе, который вы видите на дневном таймфрейме, формируется только третья волна. То есть это видно по АО, это видно по количеству баров. То есть 92, то есть это количество близко к 100. И, соответственно, вот она, первая дивергенция, формируется вот здесь. То есть между третьей и пятой волной, внутри третьей волны. Вот этого импульса. Так, заходим на 12 часов. Смотрим, вот он, импульс. То есть нас интересует весь вот этот импульс. Он, соответственно, в нем пятая волна формируется. А внутри этой пятой волны завершения еще нет. То есть обратите внимание, вот на 2 часа. Здесь 117 баров. На мой взгляд, мы можем все-таки еще есть вероятность обновления вот этих максимумов. Но также я не исключаю того, что здесь затянулось просто вот это вот коррекционное движение. Поскольку, если мы импульс этот завершили, у нас должен быть импульс уже в противоположную сторону. То есть это означает, что вот это вот движение, оно должно быть полноценным пятиволновым. Но при этом здесь нет полноценного пятиволнового импульса. Здесь есть два импульса. То есть поэтому я считаю, что, скорее всего, это коррекция, которая еще не закончилась. И есть вероятность еще обновления максимумов. Но при всем при этом, опять же, надо смотреть, что происходит в краткосрочном периоде вот здесь вот. Вот тут. Потому что коррекция, она может быть настолько сложной, что здесь вот это будет А, Б и С. Только волна А, Б и еще будет минимум обновляться. Но при всем при этом надо обратить внимание еще вот сюда. Изучить вот это движение и понимать, что происходит внутри него. Является ли оно также полноценным пятиволновым импульсом? Скорее всего, да. То есть очень большая... Очень похоже на то, что это полноценный пятиволновой импульс. Тогда то, что мы видим здесь, это, скорее всего, коррекция этого импульса. То есть я думаю, что все-таки можем еще сюда подойти. Вот к этим максимумам, сформированным пятого ноября. Новозеландец у нас толкнулся от минимумов. И тут развивается либо коррекция вот этой вот третьей волны, либо здесь новый импульс начинается вообще наверх. Давайте разбираться. Так, вот этот минимум мы пробили. Видно? То есть сначала прошли, потом отбились и проходим снова. То есть это уже разметка не подходит сюда, потому что это никак уже четвертой волной быть не может в последнем движении. Значит, первоначальная, которая у меня здесь была, она подходит больше, поскольку дающая сила максимально все-таки здесь. Осталось только этот импульс открыть в масштабе, в правильном. Вот так вот сделать, 103 бар, чтобы здесь было. И тогда будет структура видна. Структура будет видна, поскольку в данном случае максимально движущая сила, она будет в третьей волне. Четвертая волна практически сюда у нас подходит. И вот это все пятая волна. То есть это означает, что этот импульс завершился, потому что вот этот минимум мы пробили, а он никак не может быть там первой волной. Все. Потому что здесь максимально движущая сила. Вот тут была. Это означает, что этот импульс завершился. И это означает, что очень возможно, что здесь развивается новый импульс. Но надо проверить еще следующее. Что было вот это? Вот это все. Вот это все. Что это значило? Является ли это движение полноценным пятиволновым импульсом? Или тут только завершилась третья волна? Потому что такое бывает. Для этого нужно сделать следующее. Нужно проверить. То, что у нас обозначено цифрой 3, вот отсюда. Является ли это движение полноценным завершенным пятиволновым импульсом? Какая внутри там конструкция? Вот. Так. Открываем. 126 баров. Здесь видно, что... Так. Берем больше. Потому что можно не увидеть... Можно не увидеть. Вот 190 баров, если взять. Это уже слишком много. А на 6 часах здесь 127. Нет. Это движение не является полноценным пятиволновым импульсом. А вот вместе вот с этим импульсом оно как раз таки сложится в полноценный пятиволновой импульс. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Это дает нам право говорить о том, что в данном случае завершилась в этом импульсе только третья волна. То есть обратно на 12 часов переходим или там на дейли. То есть в данном случае завершилась здесь только третья волна. Вот в этом импульсе. И то, что сейчас начинается здесь вверх, это скорее всего коррекция в четвертой волне. И уровни ее уже... Помните, мы про Фибоначчи говорили сегодня в самом начале. Могут выглядеть следующим образом. Так, вот эту разметку я удалю, чтобы здесь она не мешалась. Вот как она может выглядеть. То есть вот сюда ставим. И соответственно цели этой коррекции могут лежать вот здесь. Между... 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 Точнее 38,2% и 50%. Вот так. Вот где-то тут. Поэтому, скорее всего, то, что здесь началось и началось какое-то восходящее движение, это с очень большой вероятностью вот эта вот коррекция началась. Вот. Идем дальше. Золото. Так. На золоте недельный график обновили минимумы. Открываем 4 часа, 12 часов берем. Вот он импульс сформируется. И нам нужно вот это движение посмотреть. Где-то вот на 4-х часовке его будет видно хорошо. Ну, на 3-х. Мы до сих пор здесь в четвертой волне. Она тут еще не закончилась. То есть, я думаю, что после завершения вот этой коррекции она может быть достаточно продолжительной по отношению ко всему движению. Вот тогда мы будем еще и после ее завершения обновлять минимумы. То есть, здесь вот она формирует А, В и С. То есть, скорее всего, есть вероятность, что мы можем достичь вот этого максимума внутри вот этой коррекции. Вот. Смотрим сюда, что здесь происходит. Это примерно вот так. Надо посмотреть. Ну вот. Этот импульс еще не закончен. Здесь тоже есть вероятность того, что мы вот этот максимум, образованный 7-го числа, еще будем обновлять, или как минимум стремиться уйти к этому максимуму. После чего можно сказать, что это будет коррекция завершенная и можно будет рассматривать еще продажи. Так, пора. Ну и доллар-рубль. Мы с вами вчера в 15 часов по московскому времени, когда я проводил семинар, я сказал, что очень возможно, что мы будем еще обновлять максимум, прежде чем весь вот этот импульс завершится. Потому что тут признаков завершения нет нужных, чтобы хотя бы здесь какая-то минимальная дивергенция появилась. Потому что на дневном-то графике у нас уже близко к 100 барам появляется вот этот импульс. Как раз таки почти в нужном разрешении. Тут не то, что никаких переворотов через ноль нет. Здесь и дивергенции никакой нет. Это означает, что вот нам нужно вот этот импульс посмотреть. Вот видите, фрактал у зеленой линии баланса. Вот он. У зеленой линии баланса. Что говорит о том, что вот эта коррекция была здесь на два порядка глубже. То есть, если бы она до синей ушла, это была бы коррекция нашего масштаба. И скорее всего здесь оба перевернулась через ноль. Но так как это в данном случае мы достигли только зеленой линии баланса, это говорит о том, что эта коррекция на два порядка глубже, это коррекция внутри вот какого-то импульса. Одного вот из этих двух. потому что в данном движении тут только два импульса наблюдаются. Вот. А это один из завершающих импульсов внутри вот этого движения, то есть, которое примерно вот отсюда началось. Примерно от 28-го, от 26-го августа этого года. Вот. Поэтому надо туда зайти и посмотреть, что там происходит. Вот в этом движении, в последнем. Открываем его. Вот оно отсюда началось. Здесь практически сотня баров. Тут нет никаких дивергенций раз, да, но есть переворот через ноль, что говорит о том, что мы 48-64 еще можем обновить, потому что здесь развивается импульс. Коррекцию вот этого А, Б, И, С видно четко. Вот так. Очень возможно. Какие у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат с удовольствием на них отвечу. Итак, я жду ваших вопросов. Если вопросов нет, значит, мы будем заканчивать, потому что у нас осталось 5 минут времени. Мы с вами можем еще пообщаться. Если вас что-то интересует, какие-то, может быть, инструменты, которые я еще не разбирал. По-прежнему вопросов нет. Отлично. Я даю вам тогда 20. Повторите, плюс евро. Фунт франк. Евро. Повторю. Без проблем. Так. Сейчас. Евро. Давайте вот я с 4-х часовки начну. Видите, я обозначил вот этот уровень 1.25.08. Вот это максимум вот этого импульса. То есть, скорее всего, мы будем этот максимум обновлять, прежде чем разовьется еще один импульс вниз. То есть, скорее всего, незавершенное вот это движение все. Здесь только четвертая волна заканчивается. Так. Интересные вопросы вы мне задаете, Николай. Сегодня порублю доллару. Будут движения? Я-то откуда знаю? Не могу вам на этот вопрос ответить. Я не делаю прогнозов. Это, во-первых. Я об этом говорю обычно в начале семинара. Если вы не сначала смотрите, то как делать ставки? Ну, прийти в казино и сделать как? Георгий. Или в онлайн-казино открыть. На финансовых рынках ставок не делают. На финансовых рынках совершают сделки. Но если вы не можете разобраться с платформой, для этого я могу посоветовать посмотреть семинар, который посвящен непосредственно торговому терминалу. Для этого вам нужно зайти в раздел обучения на нашем сайте. Я вам сейчас покажу. Обучение, расписание занятий. Или выбрать там все курсы. И, соответственно, здесь есть специальный семинар, который называется... Да, я вам даже скажу, что такой семинар я сегодня буду проводить в 16.30 по московскому времени. Он называется... Сейчас скажу... Вводный семинар по платформе MetaTrader 4. Прошу прощения, в 14.30 по московскому времени. Вот, видите, Екатеринбург. Я как раз таки из Екатеринбурга сейчас веду трансляцию. Вот так. Присоединяйтесь. Если какие-то вопросы будут, я обязательно вам на них отвечу. Так. Не сначала смотрю. Да ничего страшного. Можете запись посмотреть на YouTube. Где можно посмотреть, почитать, как работать со скриптами. Со скриптами, ну, тоже поговорим на семинаре. А так можно, в принципе, зайти на сайт разработчика торгового терминала MetaTrader 4. mql5.com. Там есть форум. И там есть очень много информации о том, как работать с советниками, скриптами и тому подобными вещами. Я так думаю, что вопросы эти не имеют отношения к теме нашего, текущего семинара. Поэтому давайте вот я буду отвечать на вопросы Владимира, Александра. То есть, фунт-франк посмотрим сейчас, евро-фунт посмотрим. Так. Фунт-франк, по-моему, мы смотрели как-то. Пара достаточно интересная. Интересна тем, что она одна из самых волатильных на валютном рынке. Мы, по-моему, только вкратце не говорили, что здесь давайте еще раз посмотрим. Давайте еще раз посмотрим. То есть, здесь очень большой вероятностью здесь формируется импульс нисходящий. То есть, один, два, три, четыре на месячном графике. То есть, очень возможно, что мы как раз таки в четвертой волне и находимся сейчас. Давайте смотреть. Тут видно, что вот этот импульс четко, даже вот по недельному графику. Осталось разобраться только вот с этим движением. Потому что оно максимумы обновило. Вот эти вот. Да. То есть, не то чтобы обновило, а зацепило эти максимумы. Но по отношению вот к этому движению мы видим тоже дивергенцию. То есть, движущая сила здесь затухает. А вот этот импульс, если мы его откроем с вами в масштабе, в правильном. То есть, там где будет, там где будет у нас необходимое для анализа количество баров. Вот здесь близко к 100 на недельном таймфрейме. Вот близко, но не 100, да? И не 140. Да? То есть, тут надо открыть таймфрейм. Построить таймфрейм где-то дня на 4 примерно, 4-х дневный график. И тогда тут будет видно, что тут происходит. Проблемы в этом никакой нет, кроме того, что времени не так уж и много. Вот он фунт франк. И, по-моему, мы с вами такой таймфрейм тут строили. Вот. Просто умножаем на 4, дневной таймфрейм, и у нас появится 4-х дневный график, который мы вот автономно так откроем. Ну, я вот сейчас построю и посмотрим, что там будет видно. Покажу, что можно будет увидеть здесь. Сколько тут баров? Вот 154 как раз. То есть, это уже близко к тому, что нам нужно. И я бы хотел выделить в первую очередь вот этот максимум, вот этот максимум. И вот это вот движение. Посмотреть, что в нем происходит. И вот тут где-то 116 баров для анализа тоже, в принципе, подойдет. Да? 100. Ну, тут, скорее всего, вот это движение, вот это движение, вот это движение, оно должно, оно складывается как бы в третью волну. Но в ней может развиться четвертая. То есть, и я бы ожидал здесь коррекции вплоть до вот этого вот уровня. То есть, 1.4830. Давайте тогда мы сейчас перейдем обратно в этот терминал. Мы с вами говорили, что, скорее всего, говорили о том, что здесь, как минимум, первый импульс вниз уже присутствует. Вот, так, открываем где-то. Вот видите, тут надо ждать пока обновиться. Сейчас мы трансляцию продлим. Потому что надо масштаб подбирать, иначе ничего мы тут не увидим хорошего в неправильном масштабе. Да? То есть, очень возможно, что вот это вот был первый импульс в коррекции. Это А, В и С. Она, видите, максимума не обновила. Вот эти вот. И здесь вот видно, что это один импульс, а это второй импульс. В этом случае надо рассматривать вот это вот движение. Так, опять же, тут максимальное значение было вот здесь. Это было 3 ноября. И надо рассматривать, что вот в этом движении происходит. Вот тут. Вот тут. Что это за движение? Что оно из себя представляет? Вот давайте вот сюда зайдем сначала. Ни на что не походит. Вот я вам сейчас объясню, что это такое. 97. 20 минут надо взять, чтобы тут опять было больше сотни. Вот здесь 148. Как раз нужное количество баров для анализа. Что это такое? Видно, что это импульс полноценный. Видно, что мы не случайно не обновили вот этот максимум. Потому что вторая волна, она как бы не заходит за максимум первой часть всего. Если это так, если это так, то здесь скорее всего развивается новое движение нисходящее. То есть импульс, коррекция и так далее. Я бы рассматривал здесь возможности для продаж. Ну, по крайней мере, сигналы какие-то для продаж, если у вас есть торговая система. Я надеюсь, что она у вас все-таки есть. Потому что если надо или обратно возвращаться, то скорее всего это импульс, коррекция. И я бы ожидал еще одного импульса вниз. Вплоть вот до этого максимума. То есть он прямо вот сюда может подойти. Вот так. Потенциал, я думаю, что тут есть для этого. Подождите, подождите. Вопросов много. Вы сначала мне ничего не писали, а теперь написали столько всего, что я, наверное, на все ваши вопросы сходу и не отвечу. Вот еврофунт, еврофунт. Про еврофунт мы с вами говорили, что он идет обновлять. Вот этот минимум, там 0.7748. То есть тут импульс формируется нисходящий. Вот один, второй и тут еще что-то формируется. Вот. Надо смотреть. Опять же, с другой стороны, тут все могло поменяться, потому что если вот сюда вот вы зайдете сейчас, вот в это движение, я сейчас вам просто вот сходу, в связи с тем, что времени практически уже и нет, сходу даже, наверное, не скажу, что это такое. Ну, похоже это на импульс, на полноценный пятиволновой. То есть, а вместе с этим они сложатся в два. Да? И вот, и минимумы мы не обновили. То есть, все-таки может получиться так, что еще будет движение здесь восходящее. Потому что здесь импульс не развился, и он минимум вот этот 0.7748 не обновил. Видно, да? А вместе два эти движения, они складываются в два импульса, то есть, в А, В и С. То есть, они не складываются в полноценный пятиволновой импульс. Вот. И тут такая вот консолидация видна. Надо смотреть и разбираться. Просто времени уже как бы нет на это. Очень возможно, что вот это первый импульс вверх на 30 минутке. Посмотрите, можете мне на почту написать, мы с вами его разберем. Канадский доллар к иене. Канадский доллар к иене. Ну вот, мы что-то про него с вами говорили когда-то. И тут вот на недельном графике у нас идет второй импульс вверх. Вот он. Его четко видно. И мы говорили, что... Вот видите этот уровень, который мы здесь оставили, 101.26. Мы обновили этот максимум, и мы говорили о том, что он стремится к этому максимуму. Потому что, ну, скорее всего, тут пятая волна и формируется. Обратите внимание на то, что внутри происходит. Вот 200 баров на дейли. Это многовато. Но при всем при этом, здесь видно вот это вот. Хорошо. Куда оно упало? Вот сюда. Да? То есть практически. Вот так. В чем это говорит? Четвертое, пятое, скорее всего. Потому что баров много. Я не могу так определить. В неправильном масштабе. То есть здесь надо два дня построить, и это будет видно прекрасно. Но мы с вами можем последнее движение посмотреть, что там происходит в нем. Там пока признаков завершения нет. Только одна дивергенция, вторая. То есть только третья волна развивается. И мы можем закрепиться за этим уровнем на какое-то время. Так, что там еще было по австралийцу? По австралийцу. А что вам не нравится по австралийцу? Мы с вами про него говорили. Просто наша трансляция 10 часов начинается. А так пик роста до каких пунктов? Очень странный вопрос. Мы говорили о том, что там четвертая волна, скорее всего, развивается. То есть вот минимум первой 0.8752. И, соответственно, А, Б, С. Тут, скорее всего, вот она, четвертая волна здесь развивается. Вот так. И внутри последнего импульса, я думаю, что мы где-то можем вот между 0.8752 и 0.8718 здесь образовать какой-то максимум. И только тогда можно думать будет о том, что какие-то еще дальнейшие там продажи пойдут. Вот так. Давайте мы на этом закончим. Я вас благодарю за внимание. Вы можете мне писать также на адрес электронной почты. Тема письма для Александра. Зовут меня Котин Александр. Я благодарю вас за внимание. На это у меня все. До завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok